Друзья, всем привет! Вы на нашем канале AlexFamily USA, с вами я Лена и мой муж Слава. Кто смотрел прошлое видео, те знают, что мы съездили в Костка. И как я говорила в прошлом видео, сегодня мы с вами будем делать обзор наших покупок. Многим нашим зрителям эта рубрика понравилась, потому что одно дело в магазине, на полках бегом-бегом в корзину кидаем, а здесь уже можно разглядеть более детально эти вещи, что-то открыть, что-то даже попробовать. И сегодня мы тоже будем пробовать некоторые продукты, которые мы купили для дегустации. Мы их ни разу еще не покупали в Костка. И в конце видео будет еще дегустация горячих блюд. Это вот, как я показывала вчера в магазине, рис замороженный. Будем его сегодня с вами готовить, смотреть, каким он получается в приготовленном виде. Расскажем со Славой вам свои впечатления, понравился он нам или нет, и сделаем еще пиццу потом. Тоже я показывала в Костка, продаются готовые уже коржи, и там только соус идет. Мы сделаем свою начинку, которую мы обычно любим, которую мы обычно делаем для пиццы, и поделимся с вами. Расскажем, как нам это тесто, сам корж понравился или нет, начинку-то мы знаем, начинку сложно испортить. Но давайте начнем с наших покупочек сегодня. Ну первое, что покажу, сразу что подставить, это, как всегда, мы покупаем воду в Костка, 40 бутылок, обычная очищенная вода. И взяли две упаковки вот этой минералки. Как вы видели, была скидка на нее, и когда скидка, я не могу пропустить, чтобы не купить. Здесь три вида. Достану все три баночки, покажу вам. Три вида минералки с разными фруктово-ягодными вкусами. Мы очень ее любим, поэтому это наша регулярная покупка, но когда скидка, так вообще с запасом берем. Также помните, я вам говорила, что я была в другом городе в магазине, и в этом магазине есть мое любимое вино, Шардоне, поэтому я взяла сразу несколько бутылок. В нашем Костках, который мы обычно ездим, оно почему-то пропало. Были уже несколько раз, и его нет. А мне нравится, оно цена-качество, оно не очень дорогое, там стоит в районе 9 долларов, но по вкусу очень хорошее. В магазинах продаются разные вина за такую сумму, в таком же объеме, но вкус не тот. Ее прям расстроилось, что в нашем Костке оно пропало, и друзья наши все любят тоже это вино. Чаще всего, как мы уже рассказывали, если мы собираемся с друзьями, то все пьют сухое вино, и оно у нас очень быстро заканчивается. Поэтому взяла сразу 4 бутылки на случай того, что вдруг в нашем Костка его больше не будет, поэтому пусть будет запас. Ну и начнем с холодных блюд. Значит, как обычно, мы берем сливки в Костка. Это half-and-half, то есть 50 на 50. 50 процентов сливок, 50 молока. Они не очень жирные. Мы их берем в кофе. Слава в последнее время полюбил пить кофе именно со сливками, хотя раньше пил всегда с молоком. С сливками оно, конечно, повкуснее, оно такое пожирнее, да, чуть-чуть, не такое водянистое. Более какой-то вот плотный кофе получается, а не жиденький такой, когда молоко. Так, ну значит сливки. Я говорила в Костка, что в магазине такая пачка стоит дорого. Эти стоят 2 доллара, а в магазине половина. Этого стоит 2 доллара с лишним, поэтому мы берем в Костка. Ну и, конечно же, всегда берем в Костка молоко органическое. Это молоко цельное, как бы считается, есть двухпроцентное, однопроцентное. Ну а это самое жирное из того, что предлагается. В этой упаковке три вот таких вот пачки. Вот мы его тоже берем, используем. Сливки быстро заканчиваются, молоко все равно в ход идет. Мы так часто в Костка не ездим, чтобы сливки покупать каждую неделю, и поэтому потом пьем кофе с молоком. Так, значит молоко, друзья. Дальше. Как всегда, взяли наш любимый сыр Хаварти. Он уже нарезан кусочками. Мы его тоже постоянно берем. Это наша регулярная покупка для бутербродов, просто когда-то в прикуску с кофе. Тоже очень вкусно. Также в этот раз взяли вот этот канадский бекон. Здесь две упаковки. Мы одну замораживаем, вот такие. Мы одну замораживаем, вторую едим. И когда нужно достаем, он не портится, ничего с ним не происходит. Очень вкусный, нам нравится. По некоторым продуктам пройдемся быстро, потому что в них ничего особенного. Ну это наши регулярные покупки. Дальше. Одна из регулярных покупок это грибочки. Всегда берем тоже их в Костка, потому что объем хороший. Вот мы сравнивали до 680 грамм. Были в магазине, по-моему, Спраутс. Там я смотрела эти грибы. Они стоили, Боби Белла только там были. Они стоили, ну просто вес я как раз хотела сравнить. Там было 400 с копейками, а здесь вот 680. То есть по цене в Костка все равно грибы выгоднее покупать. Эти грибы мы готовим очень просто. У нас на канале в кулинарных влогах есть видео о том, как я готовила такие грибы. Просто масло, сушеный чеснок, молотый черный перец и соль. Вот это все смешивать и в духовке. Обалденные. Вот едим и каждый раз получаем удовольствие. Не надоедают. Реально вкусные грибы получаются. Дальше. Еще в этот раз была белая клубника в Костка появилась. Цена такая же, не сказать, что там выгодно ее покупать. Также в обычных магазинах стоит в районе 5 долларов. Мы взяли упаковку, потому что сейчас, видимо, наступил сезон, она появилась. Обычная клубника дороже стоит, представляете, чем белая. А белая мне нравится. Она такая необычного вкуса, сладенькая. Ну не знаю, нам как-то зашла она. Ну еще из фруктов взяла связку бананов. Вот смотрите, брала. Они были зеленые в магазине полностью. Один день прошел. Мы сейчас снимаем обзор на следующий день. И видите, они уже практически пожелтели. Поэтому всегда выбираю позеленее, потому что очень быстро они зреют и потом портятся. Поэтому, а мы все быстро не съедаем. Дальше наша регулярная покупка тоже яйца. Тоже берем в Костка органические яйца 24 штуки и неорганические яйца тоже 24 штуки. В магазине говорила, но повторюсь здесь, кто не смотрел в магазине видео, часто спрашивает в комментариях, куда я использую органические, куда использую обычные яйца. Органические яйца мы просто едим. Вареные, там жареные, например. А вот эти неорганические я использую в выпечку. Все просто. Дальше у нас рыбно-мясная продукция. Взяла в этот раз красную рыбу. Значит, это у нас лосось без кожи. Без кожи я беру рыбу для того, чтобы солить. Я обычно сама ее солю, поэтому, чтобы не снимать дополнительных действий, не делать, беру уже готовую. Режу на кусочки, необходимые мне для засолки, и потом достаю порцию, солю, съедаем, потом следующую. Ну, в общем, вот такая рыбка. И еще одна упаковка рыбы, это уже с кожей. С кожей беру для того, чтобы готовить в духовке, потому что, когда на коже, рыба получается вкуснее. Вот вроде бы кажется, что там эта кожа дает. Вот что-то дает. Без кожи не такая на вкус получается, поэтому это у нас для горячего употребления, а это для засолки. Курица, друзья. В этот раз я не брала никакое мясо, там говядина, свинина, что-то. Еще прошлые остались у нас запасы, поэтому взяла куриное мясо. Здесь у нас филе бедра без кожи, без косточки. Шесть вот таких вот маленьких пачек. Я их разделяю обычно и кладу в морозилку. Филе бедра мы очень любим делать на гриле, поэтому мы регулярно покупаем. Оно у нас расходуется быстро, мы часто собираемся или просто жарим на улице мясо. Поэтому это тоже одна из самых, наверное, регулярных покупок в Костко. Следующая упаковка куриного мяса, это куриная грудка. Помните, вам в магазине показалось, что дорого, там 30 с чем-то долларов было. Я нашла чуть-чуть поменьше, 28, и она была посвежее. То есть срок годности у нее дольше, чем у той. Еще и дешевле оказалось. Ну просто здесь вес меньше, поэтому цена такая. Паунд одинаково. Значит, то же самое. Здесь шесть таких пачечек. Это малое филе, это не крупная вот эта грудка, а маленькие такие отросточки есть еще на ней. Вот они мне больше нравятся, они нежнее получаются. Грудку мы тоже любим и в духовке запекать, и на гриле тоже она очень вкусно получается. Ну или там какие-то блюда из курицы, если я делаю, то делаю с грудкой. Давно не покупала, у меня был запас и как-то так сложились обстоятельства, что редко готовила грудку, а потом начался процесс, что она прям в ход пошла и начала заканчиваться. Думаю, надо покупать уже. Вот, значит, куриная грудка. Ну и еще одна упаковка, которая относится к курице, это куриные крылышки. Они недорогие. Вот эта вся упаковка 17,85. То же самое, здесь шесть таких пачечек. Крылышки иногда покупаем. Не очень часто, но иногда берем в духовке, в разных там соусах, специях, либо просто специи с маслом, либо же в аджике нам очень тоже нравится, либо майонез со сметаной тоже со специями. В общем, разнообразие много, с чем можно приготовить, но крылышки это всегда вкусно, быстро, и все их любят в основном. Также взяла еще, помните, в магазине шла мимо, увидела вот эту упаковку. Это такой морской коктейль. Ну, как у нас в России назывался морской коктейль. Разные морепродукты в масле. Нам очень нравилось. Мы в России, когда жили, очень часто со славой покупали. Еще мидии были. Здесь я вот мидии не вижу. Здесь только кальмары, осьминоги, может быть, крабы. Крабовое мясо, да, здесь присутствуют. И все. Но очень интересно попробовать. Сейчас мы будем вместе с вами пробовать со славой и сравним. Отличается вкус от того, что мы брали в России в Ашане, да, по-моему, вы купали постоянно? Я уже не помню. Мне кажется, в Ашане там как-то выбор был большой, и там один вид нам безумно нравился. Ну, давайте пробовать, друзья, открывать вместе с вами. Так. Ну, что здесь? Еще что-то есть. Так, здесь еще пленка сверху. Я думаю, что так крышка легко открылась, потому что еще пленка есть. Так, масляные вот эти пленки убирать. Это еще то удовольствие, они так приклеены плотно. Сейчас я руки помою. Так, надо. Ну, на запах похоже. Слав, какую часть хочешь же попробовать? Вот этого, смотри, какой. Гребешок, конечно. Не, не, это осьминожка. Ну, такой прям большой. Может, поменьше для пробы. Я первый, да? Ты первый будешь у нас испытуемый. Ну что, Слав, как? Вкусно? Много жесткий. Жесткий? Много уксуса, мне кажется. Да? Так, надо мне тоже попробовать. Давай я тоже ради справедливости какого-нибудь осьминога съем. Такие они смешные и маленькие. Мама моя, наверное, смотрит, скажет, ужас какой. Как это можно есть? Она вообще такого не понимает. Ни креветки, ни вот это все она не может есть. Жвачка. Да, уксуса многовато. Вот, который мы брали в России, там не столько было уксуса. Там как-то было масло, ну, соль, я не знаю, какие-то специи, может, добавлялись. И было прям вкусно-вкусно. А это немножко кисловато, да, из-за того, что много уксуса. Ну и немного он жесткий. Знаешь что? Давай попробуем. Слушай, я даже их трогаю, они прям тверденькие все. Есть тут что-то мягкое? Вот, мне кажется, это вот. А, это тоже осьминог, да? Кусок. Давай кальмар попробуем. Давай, наверное, ты, Слав. Я тоже себе маленький возьму. Кальмар вкуснее. Да? Мягче? Да, да, кальмар намного мягче. Ну, кальмара здесь много. Поэтому нормально. Ну, пойдет. Не те впечатления, к которым мы привыкли, да? Ну, тоже неплохо. Так, дальше. Купила масло сливочное тоже, ирландское, не соленое. В этой упаковке, я вам показывала тогда из Сэмсклаба упаковку, там было три. Стоило дешевле, но внутри было всего лишь три пачки. Здесь четыре вот таких пачки. Оно обычное, цельное. В Сэмсклабовском, кстати, сейчас покажу, какие пачки были. Там я брала вот такое, только соленое было, поэтому взяла его. И здесь внутри сделано вот так. То есть еще две вот такие маленькие идут. Видите? Вот такие брусочки. И вот было три таких пачки. Поэтому она стоила дешевле. Не потому что в Сэмсклабе она дешевле, а потому что, в принципе, объем там другой. Это в этой пачке больше. Но в любом случае она подорожала, как я уже говорила. До этого она стоила там примерно около 12 долларов, а сейчас она стоит 15 долларов. На 3 доллара подорожала. Это неплохо, да. Для такой суммы это хорошее подорожание. Но берем это масло всегда, потому что из всех, что мы здесь пробовали, нам оно больше всего нравится. Оно вкусное. И картошка с ним пюре вкусное получается. И просто на бутерброды. Да? Получается хорошо. Так, дальше еще из не продуктов. Это вот такая упаковка пергаментной бумаги. Здесь две пачки в ней идет. Их надолго, конечно, хватает. 50 метров. 38 сантиметров у нее ширина и 50 метров в рулоне. У меня есть вот распакованная пачка. Одна уже заканчивается, поэтому пришлось докупить. Удобно то, что здесь достаешь и сразу есть вот этот край металлический, от который можно сделать ровный срез. Пергамент я часто использую, либо что-то пеку в духовке. Даже рыбу, когда я готовлю, я кладу пергаментную бумагу и сверху рыбу, чтобы потом вот эту емкость от рыбы не мыть. Она, ну, очищается не очень хорошо. А бумагу свернул и выбросил. Чуть-чуть там, где жир пропитался, убрал и все. Но нигде ничего не прилипает. Особенно, когда рыба со шкуркой. Вот эта шкурка прям прилипает мигом. А пергаментная бумага спасает. Я думаю, все хозяйки это прекрасно знают. Дальше тоже наша регулярная покупка. Это фисташки. Здесь у нас три паунда. Это 1,360 кг. Был у нас опыт, как я рассказывала. Кто смотрит наши видео регулярно, те знают, что купили мы в Сэмсклабе. Такие же подобные фисташки соленые, жареные, с таким же объемом, по той же цене. Хотя сейчас они на доллар подешевели, между прочим, в Костка. И все, и мы разочаровались. Очень невкусные оказались фисташки. Эти намного лучше. Больше так мы экспериментировать не будем. Будем брать то, что привыкли. Также в Костка была акция на вот этот кофе. Скидка была очень хорошая, поэтому взяла сразу две пачки. Хотя у нас еще не закончился, но когда скидка, нельзя не воспользоваться. Это у нас Blue Mountain. Нам очень нравится этот кофе. Средней прожарки зерна. Мы его обычно смешиваем с другим кофе, кубинским. Он идет dark, темной прожарки. Он очень такой жирный. Если только его использовать в кофемашине, то там быстро все стенки забиваются, скажем так, потому что он прям сильно жирный. Поэтому мы смешиваем с вот этим. Он попроще, полегче и получается то, что надо. Это вот прям наше любимое сочетание вот этих двух кофе. Следующая покупка это булочки, друзья. Такие булочки мы тоже покупаем регулярно. Значит, ну не то, что прям регулярно. Регулярная, но не постоянная покупка. Вот такие булочки. Внутри есть срез. Мы обычно их разрезаем полностью. Вот так они выглядят внутри. Они не сладкие абсолютно. Как типа лаваша. Плотного такого лаваша. И мы их очень любим делать в тостере. Зажариваем. Сверху сливочный сыр, крем-чиз, Филадельфия. И вот буду солить рыбу и сверху соленую рыбку. Мы обожаем эти бутербродики. Взяла специально, потому что собираюсь солить рыбу. В этой упаковке 12 вот таких вот булочек. Они тоже хорошо переносят заморозку. Если все не съесть, можно заморозить потом, когда нужно доставать. Мы обычно так и делаем. Возьмем там парочку себе, а остальное замораживаем. Их когда достал в тостере, они очень быстро размораживаются, разогреваются и поджариваются. И получается, как будто их только что испекли. Следующая наша покупка. В этот раз мы решили побаловать себя и купили маффины, друзья. Вот такие с голубикой. Огромные маффины. В Костко продаются сразу две упаковки. Мы на самом деле сегодня уже позавтракали, съели два маффина. Но хочу показать вам их и разрезе. Как они выглядят внутри. Очень вкусные. Вот в Костко, ну реально очень вкусная выпечка. Хотела разрезать, но лучше, наверное, разломлю. Смотрите, друзья. Смотрите, сколько там ягод. Очень воздушные и обалденно вкусные. Одним маффином, конечно, наедаешься досыто. Жалко, что не было других, которые мы тоже любим. По-моему, банановые с маком. Тоже очень вкусные. Ну, эти у нас всегда идут в ход. Они многим нравятся. И нам, в том числе, с голубика, всегда маффины очень вкусные. Ну и последняя покупка. Это новый товар. Мы эти вафли еще не пробовали. Это какие-то вафли с темным шоколадом. Нарисовано, что они каждая в индивидуальной упаковке. Поэтому предлагаю соленые наши морепродукты закусить сладкими вафлями. Так, открывайтесь. Вы чего не хотите открываться? Открываем. Сколько здесь штук? 24 вафельки. Вот они выглядят вот так. Ну что, Слава, пробуем. Ты хочешь вафли? Да. И маффин? Маффин уже хочешь? Вот это, вот понимаете, друзья, иногда, почему я не покупаю сладости много или выпечки в магазине? Потому что Слава готов это есть на завтрак, на обед, на ужин, на полдень и вечером, еще перед сном желательно. Так, вафелька вот такая. Ну что, давай пробовать. Ну, обычно, ничего особенного. Такое, знаете, пресное тесто. Вот сама вафля очень пресная, в ней сахара абсолютно нет. И обычный горький шоколад. Но я горький шоколад люблю, мне нормальный, на Слав. Попробуй. Хрустишь так прям. Как нам зритель, никто пишет, ну все, захрустели, захрустели. Ну как? Мне нравится. С кофе нормально будет, да? С кофе, с чаем. Да, мне нравится. Хороший. Бывает вафли ешь, они прям вообще невкусные. Это неплохая. Так, ну все. Вот, в принципе, сегодняшние наши покупки. Две покупочки мы с вами продегустировали. Это вот эти морепродукты и вафли. Все остальное дегустировать нет смысла, потому что мы знаем, какой оно на вкус. Не супер большая закупка была в этот раз. Последние разы у нас было там практически все по 500 долларов. Здесь у нас вышло, я уже не помню по чеку, 365,68. Ну, в принципе, тоже немало. Много и мяса взяли, да? Курица и рыбы, и вина набрали, и этой минералки. Она тоже, хоть и скидка, но не дешевая. Но, как вы помните, до Костка я же посещала еще два магазина, Trader Joe's и Sprouts. Там я тоже взяла кое-какие продукты. В одном было, в Sprouts было на 40 с чем-то, я не показывала чеки. А в Trader Joe's вышло где-то в районе 70-70 с копейками. То есть, получается, 70-40-110, здесь 365. Вот получается общий чек практически на 500 долларов. Ну все, значит, обзор мы заканчиваем. После этого сюжета будет, как я уже говорила, обзор с дегустацией. Будем пробовать с вами замороженный рис уже готовый и делать пиццу. Так что не отключаемся, друзья, не прощаемся пока что еще. Первое блюдо из горячего. То, что мы сейчас будем с вами готовить, это рис. Значит, выглядит он внутри вот так. К тому же он готов. Его нужно только разогреть либо в духовке, либо на сковороде. Я хочу сделать это на сковороде, потому что, когда он зажарится немножко, он как-то повкуснее. Значит, мне потребуется масло. Я сейчас добавляю это на сковородку. Совсем немножко чисто, чтобы вот он, ну, не в воде там жарился, а немного было масла. Включаем. И пока разогревается плита, давайте распаковывать рис. Знаю, некоторые любят в духовке, но я не знаю. Я люблю больше на сковороде. Это такое дело вкуса, кому как больше нравится. Вот он, друзья, этот рис внутри. Вот такой вот он красивый. Кусочки мяса, овощи. Масло уже разогрелось. Я сразу высыпаю обе пачки. Немножко его перемешиваю, чтобы он смешался с маслом. Высыпаю сразу замороженный. То есть я предварительно его, конечно же, не размораживаю. Накрываю крышкой, чтобы он там немножко как раз таки разморозился и потом уже поджарится. Периодически так помешиваю. Смотрю уже, когда мясо полностью разморозилось. Естественно, это уже будет горячим. Немного делаю, чтобы на рисе была легкая-легкая такая корочка. И все, и он готов. Уже практически готово. Я уже, наверное, два раза перемешала. Уже корочка образовалась. Теперь чисто ориентир по курице. Как только курица стала мягкой, все, уже можно выключать и есть. Давайте проверим. Все, курица мягкая. Готово. Раскладываем по тарелочкам и будем обедать. Все, в принципе, получается две полноценные порции. Одна чуть-чуть поменьше, одна чуть-чуть побольше. Заняло это у меня, если вы помните время, какое было, там, по-моему, было 2.03, сейчас 2.12. Ну вот 9 минут. И то это с расчетом того, что я уже все это разложила по тарелкам. А время приготовления буквально 5-7 минут, и все готово. Так, друзья, пробуем для вас на камеру. На самом деле, мы уже ели его, готовили для себя, но обещали вам рассказать наши впечатления, поэтому делимся. Слав, пробуй и рассказывай. Может быть, в этот раз по-другому получилось, чем в прошлые разы. С мясом побольше захочем. Вкусно, как и в прошлый раз. Мне очень нравится. Да, кстати, очень вкусный рис. Там какой-то соус еще добавлен, я думаю. То есть он уже готовился в каком-то соусе. Такой типа японский стиль там написано, да, было на упаковке. Но и на самом деле приправа какая-то присутствует, типа соевого соуса, да, может быть, что-то вот похожее очень есть. И вот это все вместе, прям полноценное блюдо, ничего не хочется даже добавлять. Мы думали, что, может быть, нам самим захочется отдельно какой-то соус добавить, но нет. Оно вот прям полноценное, вкусное, самостоятельное и, не знаю, нам очень нравится. Хотела поближе показать как раз как выглядит этот рис. Курочка, морковка, перец болгарский и вот этот вот горошек. Наверное, горошек, да, он просто есть продолговато, а есть кругленький. Ну, в общем, друзья, мы рекомендуем. Пробуйте смело, несмотря на то, что это замороженная еда, но очень вкусная. Слава подтверждает, вы же знаете, Слава не обманет. Насчет еды, да, я готов продолжить. Насчет еды, да, он уже голодный, готов продолжать обедать. Все, друзья, мы обедаем и идем дальше. Ну, наступил у нас уже вечер, время ужина, пришло время делать пиццу. Я ее достала, немного несла, треснула у меня здесь. Это ничего страшного. Значит, я достала этот корж, вот такой, он их там четыре, разморозила его предварительно. Также идет в этом наборе вот такой соус. Мы его сейчас намажем на основу и я буду использовать вот такие ингредиенты. Значит, добавлю куриную грудку, тоже в Костка покупаем вот эту консервированную грудку. Здесь просто отварное мясо, соль и вода. Все. Дальше соленый огурчик. Нам очень нравится, когда в пицце есть соленый огурец. Этот придает прям пикантность такую вкусную. Грибочки добавлю, сыр моцарелла и перец. Обычно еще помидоры добавляю, но не буду, потому что в соус томатный, здесь очень много томата, поэтому нет смысла. Ну и, конечно же, обычный тертый сыр. Вот этот мы любим, он вкусный, хорошо плавится. Его я добавлю на основу. Сначала сейчас намажу, чуть-чуть сырка присыплю, потом уже ингредиенты вот эти все. Сверху еще потом сыр и моцареллу кое-где местами разложу. Вот, будем с вами запекать. Включаю духовку я на 400 градусов. Пока будем все нарезать. Оно у меня нагреется. Сначала будем выкладывать на корж соус. Да, конечно, то, что у меня треснул корж, боюсь, этот соус протечет. Ну ладно, уже как есть. Надеюсь, что не протечет сильно. Распределяем по всему диаметру. Соуса много, на самом деле, я бы прям меньше положила. Многовато. Ну, будет у нас, значит, сочная пицца. Так, теперь сюда хочу добавить немножко сыра, совсем чуть-чуть, чтобы, знаете, ингредиенты тоже так в сыр утопали слегка. Немножко. По идее, можно делать вообще просто сыром. Вот этот соус и сверху много сыра. Но мы так не очень любим. Мы любим с начинкой. Так, значит, теперь у нас идет курица. Немножко можно так ее, чтобы она не прям мелко, но в то же время и некрупными кусками. И вот так вот по чуть-чуть, небольшими порциями, можно выложить по всей пицце. Не жалеть. Курочки можно не жалеть. Мы любим, когда начинка насыщенная, богатая. Больше всего в пиццериях или где-то экономят, да? Совсем по чуть-чуть раскладывают. Ну, вкуснее же, когда много мяса. Так. Вилкой просто неудобно. Это не то блюдо, которое нужно выкладывать и раскладывать вилкой. Так, ну, я думаю, еще чуточку и достаточно. Полбаночки у меня ушло сюда примерно. Полбанки осталось. Может быть, завтра еще одну пиццу сделаем. Нарезала пока один гриб, что, мне кажется, достаточно его будет. Потому что у нас не грибная пицца. Только. Сейчас разложу, посмотрю, стоит еще вторую нарезать или нет. Не, я думаю, достаточно. Пицца не очень большого размера, поэтому один гриб, одного грибочка хватит. Дальше кладем перец болгарский. Мне тоже очень нравится он в пицце. И аромат от него приятный, и вкус тоже хороший. Хаотично раскладываем, красоту никакую не создаем. Просто, чтобы максимально на всей поверхности оно было. Так. Теперь один из самых важных ингредиентов для нас в пицце это соленые огурчики. Кто никогда не пробовал, вот попробуйте. Надеюсь, что вам тоже понравится. И будете так всегда делать и получать удовольствие, как и мы. Так. Думаю, достаточно огурчиков. Теперь можно моцареллу местами так разложить. Может быть, она растает, растопится и будет тянуться хорошо, да, на пицце. Ну и сверху теперь завершающий слой. Это тертый сыр. Как любите? Любите сильно обильно, чтобы прям корочка была? Насыпайте сильнее. Если хотите просто, чтобы, ну вот он растопился, да, создавал такой красивый эффект, то можно не сильно много, чтобы ингредиенты тоже проглядывали. А то все загородится сыром. Ну мы любим побольше, не знаю. Поэтому нам не сильно страшно, что если какой-то ингредиент там спрячется под корочкой сыра, нам будет и так хорошо. Так, вот тут по краешкам еще пройдусь побольше. Очень многое, конечно, в пицце зависит именно от теста. Конечно же, это тесто, я не думаю, что прям будет супер вкусным, но попробуем. Надо же знать, а вдруг вкусное правда будет. Все, в принципе, готово. Сейчас разогреется духовка и поставлю минут на 10, наверное, не больше, потому что корж уже готов, он уже запеченный. Чисто, чтобы вот ингредиенты тоже раскрылись и растопился сыр. Ну вот, как раз духовка пропищала. Ставим. И забываем на 10 минут. Думаю, можно уже отключать и доставать. Так. Вот такая красотка. Сок чуть-чуть протек, но все равно хорошо выглядит. Покажу вам поближе нашу красавицу. Какая вкуснятина. Смотрите, какая прям начинка плотная, как пирог. Ну мы такую любим пиццу. Хочется, конечно, чтобы она подостыла, но уже хочется есть. Где у нас тут поломанный край был? С него, наверное, и начнем разрезать. Горячая пока что. Да, надо ей дать остыть, конечно, чтобы вот этот сыр не тянул все за собой. Но некогда, некогда хотим есть. Сейчас как раз чуть-чуть остынет, и будем рассказывать вам о своих впечатлениях. Ну что, давай, начинаем. Слава у нас первый пошел. Самый голодный? Самый голодный, да. Расскажи, Слав, свои впечатления. Самое интересное – тесто. Мне кажется, тесто не очень. Ну так, когда оно было сырое, лежало. Ну, нормально, начинка очень вкусная. Тесто, да, немножко не такое, как обычно. Да, все-таки вот это приготовленное тесто – это так, чисто экстренный вариант на скорую руку. Ну, а начинка вкусная, да? Все время мы делали пиццу намного вкуснее. Конечно. Но, имеется в виду, тесто, начинка. Да-да, тесто было другое совершенно. Мы же его сырым, раз, сами раскатывали, растягивали. И оно у нас было просто перфектное. Надо мне тоже кусочек попробовать рассказать вам, как мне. Может быть, я как-то больше пойму, как объяснить это тесто. Какая начинка вкусная. Ну да, тесто как лепешка обычная, да? Обычная лепешка. Ничего особенного в нем нет. В принципе, лепешки продаются в магазине, можно взять и на них сделать то же самое. Но нормально, все равно вкусно. Начинка спасла ситуацию. Если бы было просто тесто и сыр, то это было бы так себе. А так как здесь много чего, и курица, и все, что мы любим, поэтому все очень-очень вкусно. Друзья, короче, мы будем ужинать, мы будем заканчивать это видео. Спасибо всем, кто его посмотрел. Спасибо всем, кто посмотрел до конца, вместе с нами продегустировал эти вкусные продукты и вкусные блюда. Мы, как всегда, всем желаем всего самого хорошего и доброго. Берегите себя. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Пока-пока.